Привет, ребят! У нас тут вышел наконец-то This Week at Bungie, на этой неделе в Bungie, где разработчики поделились некоторыми грядущими изменениями брони с выходом Королевы-Ведьмы, и пускай TWAP вышел коротким, но информация в нем очень критичная, и одно изменение вызвало у сообщества большие вопросы, и резонанс, который появился, меня сподвиг записать в видос, чтобы это тоже прокомментировать, и с хорошей стороны, и с плохой стороны. Давайте вкратце сначала упомяну новости хорошие. В Королеве-Ведьме у нас у артефакта больше не будет ограничений по количеству модов, которые можно разблокировать. Сейчас у нас, как знаете, всего модов 12, в Эчквине можно будет разблокировать все моды. Про качество будет так же. То есть вы играете в игру, получаете опыт, и вы постепенно открываете слоты. Это крутое изменение. В будущем сезоне, то есть Королеве-Ведьме у нас появятся антибарьерные скаутки, луки, как ни странно, походу они оверлоуд. У нас появится оверлоуд автоматы и пипеги, и тут банжи сказали, что они внесли некоторые изменения по тому, как станется оверлоуд, и чтобы нам было проще их станеть. Видимо, как раз автоматы и пипеги это будут делать лучше. Это хорошо, потому что перегружающие автоматы и пипеги полное говно, которое не станет, да? Ну да ладно. Также у нас у Глефы будет анстоп, то есть неудержимые моды. И некоторые новые перки также получат улучшение с помощью артефакта. Как пример, у нас в прошлом сезоне был мод на Dragonfly, да? И на цепную реакцию. Когда были лучшие взрывы, урон и дальность. Это круто. Также банжи наконец-то позволит нам почти бесплатно перековывать стихию брони. Сейчас, как вы знаете, чтобы перековать стихию брони, вы должны заплатить полную стоимость мастерворка. То есть у легендарки это один высший осколок и улучшающие призмы, у экзотика это три высших осколка и улучшающие призмы. В Королеве-Ведьме у нас будет перековка легендарки стоить один улучшающий модуль и 10 тысяч блеска. У экзотика будет один улучшающий модуль и 20 тысяч блеска. Очень крутое изменение. Лайк. И вот фича, которая вызвала вопросы. У комьюнити, у многих это вызвало поджог жопы и справедливости ради не без причины. С выходом Королевы-Ведьмы наши мастерворк-пушки и экзотные, у которых есть скатарик и легендарки, больше не будут делать сферы силы. Сейчас, как вы знаете, чтобы сделать сферу силы с помощью пушки, которая в Абсолюте, вы должны убить двух и более мобов за короткое время. В Эчквине банжи этот элемент уберут. Но вы сможете все еще делать сферы силы с помощью пушек, но для этого вам придется использовать новый модификатор, который будет вставляться в ваш шлем. То есть вот во втором и третьем сокете у вас появится мод, который позволит пушке какой-либо стихии делать сферы силы. И да, судя по тому, как написано в ТВАБе, у этих модов будет привязка к стихии. Если вы хотите, например, делать сферы силы с помощью войдовой пушки, допустим Телеста, вам придется войдовую голову вставить войдовый мод на создание сфер силы. Допустим, вот это у нас будет модом создания сфер силы. То есть вы поставили такой мод, и все ваши войдовые пушки, допустим Телеста и Каммеморейшн, будут делать сферы силы, как и раньше. Если вам нужно, если вы хотите делать сферы силы с помощью, например, Эйас Луны, то вам придется ставить стадисный мод, допустим вот это, да, и у вас Эйас Луна будет делать сферы силы, потому что она стадисная. Вот это изменение, оно на бумаге очень плохое. Объясняю почему. Хотя, я думаю, вы и сами понимаете почему. Ну да ладно. Во-первых, у нас в голове уже используется куча полезных модов. Моды вроде Hands-On, Ashes to Assets, Динамо, локаторы и прицелы. То есть у нас во втором и третьем сокете уже столько полезных модов, что добавлять еще один мод, который, кстати, является очень критическим, сейчас поймете почему, Это выглядит очень странно. Они могли этот мод засунуть в другую шмотку, я даже не знаю в какую на самом деле, они могли этот мод засунуть в призрака, черт возьми. Например, вот сюда, да, чтобы вместо стад вы делали сферы силы. То есть они это решили сделать, они решили засунуть в мод самый забитый сокет брони. Потому что в голове у нас модов полезных реально много. Хуже только руки. Там у нас и заряжатели, и декстерити, и моды вроде Impact Induction. Ну да ладно. В общем, первая проблема, это слот, который банджи выбрали, да? Вот это вот. Это не круто. Мы и так постоянно используем локаторы. В PvP мы используем прицелы и таргетинги. И в PvE мы также используем моды типа Hands-On, Dynamo и Ashes to Assets. Саристый мод у нас не очень. Это проблема первая. Вторая проблема, очевидная. По сути, вот это изменение со сферами силами, и то, что теперь надо оставлять моды, это некий indirect nerf мода Taking Charge. Билды с зарядом света самые популярные в игре. И в целом, самые простые для понимания. И большинство игроков используют Taking Charge, потому что с помощью пушек в мастерворке можно легко делать сферы силы. Теперь, чтобы вы делали сферы силы, вам нужно использовать правильно модификатор, у которого есть правильная стихия. Допустим, вы бегаете, например, с телеста, да? И вы играете с модами заряда светом. Вам нужно поставить вайдовый мод, чтобы у вас телеста делала сферы силы. И для этого вам придется сделать вашу голову вайдовой. Я вот пока записывал видос, это вторая попытка, кстати, вот придумал расстановку модов, как можно, в принципе, все организовать. Представьте, что это у нас мод, который делает сферы силы, да? Просто представьте. Представьте, это у нас какой-то локатор, допустим, на телеста. И вот у нас мод Taking Charge, который позволит нам делать сферы силы с помощью телеста. Но это все, ребята, лишь на бумаге. Потому что вот эти моды на сферы силы могут стоить не одну единицу. Если они будут стоить не одну единицу, у меня возникнет, что называется, лицо лица. Да, ну да ладно, ну да ладно. Есть способ, как можно, в принципе, полностью обойти вот эти все изменения. Если вы играете, допустим, с одной пушкой, да, в основном. Ну, я к чему кланю. Если вы играете в каком-то билде и убиваете только с одной пушки, допустим, телеста или какой-то гренек. То, в принципе, вам это будет норм. Вы поставили необходимую стихию. И вы будете спокойно с пушки делать сферы силы, да. Это такой, есть такой вариант. Плюс, в чем, так скажем, плюс. Вы, если используете Taking Charge в голове, которая не требует какой-либо стихии, да. То вы сможете спокойно менять ваши моды. То есть, вашу стихию, да. Бегаете с вайдовой пушкой, сделали голову вайдовой. У вас все еще будет стоять Taking Charge. Бегаете с пушкой солярной. Сделали шмотку солярной. Поставили солярный мод. И все еще бегаете с Taking Charge. Но, если в голове вы используете мод боевого стиля со стихией, то тут возникают проблемы. Поэтому в голове теперь придется использовать мод Taking Charge, чтобы вам было гораздо проще менять моды. Ну да ладно. Как можно будет полностью обойти эти изменения? Если, допустим, вы используете мод Ashes to Assets или какие-то локаторы. Если в артефакте в будущем сезоне у нас вот здесь будут хорошие локаторы, либо, допустим, уменьшенная стоимость каких-то модов головы, например, Ashes to Assets, то вы сможете в артефакте эти моды активировать и спокойно их вставить. Вот, например, допустим, я люблю играть с модом Ashes to Assets, да? Например, Ashes to Assets. Он у нас по дефолту солярный. Если в артефакте будет Ashes to Assets, то вы сможете его использовать с любой стихией. То есть у нас Ashes to Assets будет любая стихия, а ваш мод на создание сверхсилы, у него к стихии привязка есть, да? Вы сможете в любой шмотке вставить мод на создание сверхсилы и мод Ashes to Assets. А если у вас броня артефайс, как у меня, то есть с данжа, то вы сможете поставить сразу два мода Ashes to Assets. Как-то вот так. То есть как-то обойти можно, но, как видите, есть куча ограничений. И это, разумеется, подбешивает. И теперь давайте я выскажусь на тему того, как у нас снова разработчики изо всех сил не умеют в коммуникацию, потому что, честно говоря, за прошедшие года уже надоело и устал. Если разработчики, то есть банжа, в каком-то твабе или в какой-то новости анонсируют изменения, которые на бумаге изначально выглядят очень плохо и негативно, а вот это изменение, поверьте, выгодит очень плохо на бумаге, почему они не могут тут же в этом же твабе, ближе к концу тваба, написать, что вот это изменение было сделано на фоне того, что мы расскажем в будущем, да? То есть, допустим, банжи порезали, банжи убрали мастерворки пушек, убрали возможность, банжи убрали возможность сделать сферы силы с помощью мастерворк пушек, чтобы у пушек появились новые крутые перки. Попозже объясню, что в чем дело. Почему нельзя было это сразу сделать? Почему нельзя было в твабе во время коммуникации с игроками, которые целый месяц ждали хоть каких-то новостей, сказать, что да, это выглядит страшно, но вот в будущих твабах мы расскажем другие изменения, и вы поймете, что к чему. Почему нельзя было это сделать сразу? Потому что после тваба и в твиттере, и на реддите комьюнити-менеджеры и другие разработчики пошли писать, что, ребята, все будет хорошо, это связано с тем, что мы заанонсируем потом, все будет круто. Я в это верю. Я в это, разумеется, как игрок верю, что вот у нас там в банже что-то расскажут про какие-то крутые изменения на фоне вот этого изменения со сферами силы, и это будет выглядеть норм, и оно создаст общую картину, да? Но почему нельзя было это сразу сделать? Почему? У нас за всю историю Destiny всегда были проблемы и пробелы с коммуникацией с игроками. Когда разработчики что-то недоговаривают, у комьюнити возникает гребаный аутрейдж, и в итоге тваб, который начинался прекрасно, покрылся ужасной новостью, и на самом деле справедливым осуждением стороны игроков. Там уже и DMG написал на реддите, что мы должны собрать всю информацию, мы должны ее хорошо обработать, все рассказать, это был план. Получается, план был плохим. Если вы поначалу рассказываете плохие новости, не делайте пометку, что это на фоне других изменений, а потом с лицом лица удивляетесь, почему игроки плохо воспринимают эти изменения. То есть коммуникация снова ужасная, и это меня, это всех раздражает. Мы от этого просто устали. Я-то, я-то, во время этих изменений, когда читал тваб, понимал, что к чему, и сейчас объясню, что к чему, и это банджи подтвердили в твиттере. Еще давно Крис Проктор, по-моему, один из разработчиков Destiny, и который отвечает за сэндбоксы, как я понял, пушки, рассказал, что у каждой пушки есть, что называется, лимит памяти, то есть то, сколько каждая пушка может использовать перков одновременно. И если на пушку добавлять много разных перков, то пушка, что называется, может начать тупить. Перки могут не работать, будут случаться плохие вещи, как он описывает. Вот это вот все, да? И это одна из причин, почему в свое время банджи на адептовые пушки не сделали перки вроде Селерити и Ботталамс Гриф дополнительным перкам, да? Мы просили, чтобы у пушек были дополнительные перки, но из-за того, как работают пушки, этого не произошло. Так вот, создание сфер силы за счет мастер-ворка, как ни странно, является перком. И поэтому у каждой пушки вот эта память заполняется, ну, этим перком, да? Банджи хотели разгрузить память пушки, убрав создание сфер силы, чтобы у нас с выходом Королевы Ведьмы у пушек могли появиться новые, так скажем, фичи, в целом нововведения и тому подобное. То есть, возможно, с выходом Королевы Ведьмы у нас появится какой-то дополнительный перк, который будет уникальным для какой-то активности. Просто в теории, да? То есть, на бумаге, на бумаге это изменение выглядит очень плохо, то, что банджи забрали сферы силы. Но его основная причина, почему это изменение произошло, это, к сожалению, техническая составляющая. И это банджи подтвердили в Твиттере. Ну как, они на это намекнули? Но про это информация и разговоры были еще давно. Так или иначе, вот эти изменения со сферами силами на бумаге выглядят очень плохо. И в ПВП, и в ПВЕ, и в Гамбите. Потому что теперь у вас есть ограничения по созданию сфер силы, и вам нужно на это выделять модификаторы брони. Это выглядит не круто. Надеюсь, что в будущих Твабах банджи все, банджи нам расскажут, что за проблема у нас, что они вообще задумали, потому что сейчас это все выглядит очень, сука, плохо. Надеюсь, все будет гораздо лучше, но пока что все эти изменения выглядят как очень вопросительно. Очень вопросительно. Ну да ладно. Вернемся к нашим пушкам, да? Вернемся к нашим модам. Если вы, ребята, не будете использовать Taking Charge, потому что вы не хотите использовать в голове новый мод, то вам придется обратиться к другим модификаторам, которые дают вам заряд света. У нас есть модификаторы вайдовые вроде Precisely Charged и Precision Charge, где вы за быстро добивающие удары с помощью пушек получаете заряд света, но они забирают статы. Это не самые лучшие моды, поэтому их использовать не стоит. А вот этот мод вас может заинтересовать. Charge Harvester. Когда вы не заряжены светом, любой килл или ассист имеет небольшой шанс получить заряд светом. Этот мод также забирает 10 статы у обилки, которая... у статы, которая вам перезаряжает классовую обилку. То есть у Титана это стойкость, у Варлока это рекавери, это, кстати, больно. И у Хантера это мобильность. Так вот, этот мод срабатывает в среднем за каждые 4-6 убийств. То есть вы убиваете мобов и в какой-то момент вы получите заряд светом. Да, это не лучше, чем Taking Charge, но вот этот мод вас может заинтересовать. Также у нас есть арковые моды вроде Quick Charge и Swift Charge. у нас Quick Charge работает с помощью фюженки и шотгана, да, получения заряда и Swift Charge с помощью пульсовок, сайдармов и пипек. На Solar у нас есть моды вроде мода на грейники и на ракеты. вы, ребята, можете сами все почитать. Также у нас есть моды вроде Shield Break Charge, когда вы ломаете щит с подходящей стихией и Empowered Finish. За финишеры врага получили заряд светом, потратив энергию ульты. Такое себе. Это у нас моды именно заряда светом. И тут, ребятки, что называется, вот эти все изменения в какой-то степени еще раз бафнули моего бегемота, потому что мне частенько говорят, что Сема, ну вот типа там сферы силы подбирать надо, надо делать их с помощью пушек. У нас есть мод Elemental Charge. Вы подбираете колодец и получаете заряд светом. Если у колодца стихия сходится с подклассом, то вы получаете тут же два стака заряда светом. В чем прикол? Из-за того, какой у меня билд на бегемоте, который, кстати, работает во всем контенте, и в Градмастере, и в Мастервоге, и в Патрулях, просто везде. То есть, этот билд буквально имба. Он работает везде. Из-за того, как работает этот билд, у меня происходит спидран по получению заряда света. Все. У меня есть Protective Light. билд, то есть, ну, типа, я тупо бросаю гранату, я ее ломаю, и получаю заряд светом. А учитывая, какой у меня билд, у меня гранаты будут регениться очень часто. то есть, то есть, в какой-то степени банджи бафнули еще раз мой билд на Титана, я скину ссылку на этот билд в описании видоса, если что, ребята, можете его скоммунитить. Он работает очень балдежно. Как-то вот так. Такие вот, ребятки, у нас изменения. Вроде как, с броней, с мастерворками, с перековкой все круто, с артефактом у нас тоже все круто, но, блин, не хватает культурных слов объяснить то, насколько это изменение со сферами силами плохое на бумаге, и какие у банджи проблемы с коммуникацией. Культурных слов тупо не хватает. Пока.